Дом 2 В следующей неделе появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера у нас было необычное голосование. К нам приехали два парня, Михаил и Армен. Из них девчонки должны были выбрать нового участника телепроекта. Но девушкам понравились оба претендента. После долгих и горячих споров ребята решили, что городок должен покинуть Максим. Ведь у него за периметром есть девушка. Ну а сегодня мы узнаем, кто должен занять пятизвездочные домики. На этой неделе у нас получилось много неожиданностей. Возможно, сегодня произойдет еще одна. И кто-то из новичков захочет потеснить наших старых жильцов. Сегодня 189-й день нашей телестройки. И в нашем лагере новенькие Армен Григорян и Михаил Карасев. Ребята сразу завоевали симпатию участников своим юмором и откровенностью. Армен заявил, что приехал к Ксении Бородиной. Миша к Наталье Павловой и Анастасии Дашко. Но так как Наташа находится в паре с Сашей Нелидовым, Михаил решил не разрушать их отношения. А вот за Настей он готов ухаживать, хотя ей самой понравился больше Армен. Сашей Наталье Павловой Вот как пацаны пришли новое, сразу раньше она стала. Сашей Наталье Павловой и Анастасии Дашко. Сашей Наталье Павловой и Анастасии Дашко. Это тебе больше нравится? Этот лысый. Сашо! Чак! Каприз! Мне Мишка нравится. Мишка нравится? Вот прям нравится. А? Вот прям нравится. Реально нравится, да? Общайся тогда. Миша хороший парень. Да и оба хорошая. Армен вообще такой тюевый. У меня все равно косиндилы в комплекте. Ты пошла на меня смотришь. Я на тебя? Я смотрю на то, что ты на меня смотришь. Я не прекрасный, я твой фокус. Да? Прекрасный. Я знаю, у меня все прекрасно. Ты знаешь, что у него в чем прекрасного? А? Ты знаешь, что у него в чем прекрасного? Я говорю, у меня все прекрасно. А все прекрасно? Ну покажи тогда. Зачем ты? После камеры. Ты сейчас и посмотрит это. Все страна посмотрит. Давай. Да потом ты не отстанешься от меня, понятно? Да, хорошо. Давай, ты снимаешь, я снимаю. Ой, мне все равно, как и туда. Чего? Я не хочу ничего смотреть. Можно потом еще здесь столкнуться. Что? Ты непосходный сделать. Здесь мне я больше не буду. Ты что, дурак нас не станешь? О, что? Встанем, что ты? Буду потом три дня стоить, вообще не сможешь. Ну а куда деваться-то? Ничего. Кому сейчас легко. Кому легко. Мы дома упали. Мы дома упали. Мы дома упали. Я такой, как мать еще. О, что я только три минуты, что ли, еду? Да. А тебе покажут, сколько километров? Ему Настя понравится. Ни о чем не говорить. А как нельзя так, чтобы... В первую очередь, общаться и идти на общение, чтобы он не навязчиво, но чтобы он видел, что ты им заинтересована. А то, что ему не нравится Настя, это же наши ребята многие приезжают к девушкам. И разочаровываются, и еще не складывается. Спасибо тебе. Ты что, общайся, Манька? Угу. Общайся. Угу. Угу. Всего очень хорошо, оранжевый цвет. Спасибо. Я сразу сказал, мне нравятся две женщины. Ну, двое было сестра. Наташка и... Маша. Нет. Настя. А Наташка по-нашему? А Наташка, она с Сашкой, поэтому... Делай ничьему, что ты, ничь, что? А вдруг, и там... Ты на ушку что-то щепнешь, и она, опа, к тебе. А мне Настя, на самом деле, больше нравится, понимаешь? Ну, сделай тогда с Настей. Вот, вот и буду делать с Настей. Учу тебя, друзья, говорят... Лет 15 назад, да? Делай, как я тебе учу. Ой, как ты. Добрый день! Сегодня готовить у нас вкусный обед для Ксении Бородиной и для всех остальных у нас остается Оскар и Армен. А убираться будет... Очень приятно. А убираться будет Маша и Настя. А остальные все на стройку. Пойдем. Слушай, ты тут поваром станешь, я чувствую, каждый день. Настя, что мы с вами дальше... Тише, когда делайте. Настя, что мы с вами разговаривали. Настя, я знаю, у вас всю ночь такое было общение с Арменом приятное. Столько вы с ним разговаривали, столько болтали. Расскажи, тебе понравился он? Он самоуверенный, и я самоуверенная. Мне нравится наш разговор. Но как мужчина он меня не привлекает. Почему? Ну, чересчур уверенный в себе, наглый. Ты же сказала, что тебе это нравится. Ты сама... Разговор нравится, но мужчину я бы себе такого не хотела. Он и тут, и там. Всем девочкам внимание уделяет. Да, он неплохой, но как мужчина я его не рассматриваю. Только как собеседника. Ты будешь продолжать борьбу за Рому? Ну да, у меня как были к нему симпатии, так они и остались. Мне приятно, конечно, что ко мне приехал молодой человек. Будет приятно с ним пообщаться. Просто как-то вчера вот он пораньше лег спать. Мы немножко так побеседовали. Договорились с ним о свидании. Вот. Будет видно, что будет дальше. Но как осталась симпатия, так осталась. Это... Ксюк, Ксюк. Че? А Арматула легче таскать. Пускай ты что не таскает Арматула? Че там таскать-то ее на легкое вообще? С него сошел. Чего с ума на легкое? Там решетки железные, они тяжелые, не надо. Какие они тяжелые? Слушай, если ты хочешь сбагрить сложную работу на девчонок, так не надо. Когда? Поэтому мальчики таскают... Ты когда увидел, что я сбагрил тяжелую работу на девчонок? Так не ори сейчас на меня. Вы посмотри сколько их. Чего они должны таскать? Таскайте вы. Таких же легче, чем тележки таскать. Стас, не перейдь мне. Я знаю, что нужно делать. Они будут таскать песок, а ты таскай мальчик. Я тебе просто сказал, чтобы им легче было девчонкам. Им не легче, потому что, посмотри, тут как опасно. Ты что, с ума сошел? Они сейчас все поранятся. Вообще опасно, прям вообще. Стас, ты что хамишься, я не понимаю? Да я не поранялся. Тебя забыло спросить, кто что делает. Я тебе хотел предложить, ты начал штыки. Я тебе еще раз говорю, нет. Все поранятся. Ну да, вообще, ничего уже сказать нельзя. Просто сказал, что надо это легче таскать. Ну пускай таскать мне это. Черт. Ребят, ну вот вы у нас оба ухаживаете за одно и то же день. Да. Я буду продолжать так же. Вы же соперники. Ну у нас нормальные отношения. То есть я не считаю его соперником абсолютно. Почему? Ну потому что. Не, ну как, у них достаточно уже далеко зашли их отношения. Куда у них? Ты считаешь, что нет? Нет, вообще-то. Они очень много времени проводят вместе. Очень много общаются. Я не себяю, а здесь делать отношения с ними? Потасовать поехали. А почему нет? Тоже вариант. Вот. Ну и чего теперь вы думаете делать? Я буду продолжать так же. Я тоже, да, вот так буду. А кто подслушивает, а? Кто подслушивает? Как не стыдно, а? Ужас. Какие, да, подслушивают. Представляете? Настя и Маша. Сейчас уже не подслушают, я их уже разогнала. Эй, вы! Это не я. Как не стыдно, а? Как не стыдно, а? Как не стыдно. А, вас ведь уши разбивают. Ну, по-моему, лучше. Как не стыдно. Да, ну, как не стыдно. Мы с вами дочью поговорим. Дочью. Настя, потом глазки. Докройте дверь. Ну ладно, все, они уже... Нехорошо так. Вот видите, Армен, может быть, из-за тебя не подслушала? Да. Ему интерес в твоем мнении. Ты не думал на это делать? Нет, я вижу, я это знаю. Ты знаешь что? Ну, что, как бы, если я нажму на газ в чью-то другую сторону, то все будет нормально. Но я этого не сделаю. Ну, что? Правда, что ты имеешь в виду? Нажму на газ в другую сторону. А он имеет в виду, то есть, если вы давайте ремонтруете. Да, и, по-моему, это очевидно. Они, как бы, то есть, не теряются тоже. То есть, и Маша, и Настя проявляют к тебе интерес? Ну, я так понял. Может, я ошибаюсь. Но я так понимаю. А тебе-то самому кто из них больше нравится? Ну, я из них одинаково вообще. Никто не больше, не имею еще. А че такие унылые-то все? Унылая пора, а чей очарование? Осень ведь. Ребят, аккуратно, опасная. Унылая прораб. Опасность миновала. Странная позиция. Мне жалко. Такой парень клетный. Ну, ты что-то знаешь. А у нас здесь вообще... Конька-то оказывается, а? А почему вы считаете, что девушка должна за тебя картошку? За меня почему? Я почувствую, что она приглашает. Нет, знаете, смотри. У нас все разные в этом отношении. Вот понимаешь, какого он строит уже, без домострой. Девушка должна приглашать. Нет, я что сказала. Я беру, я беру, а потом помогу. Да, я говорю, ты бы убралась, помогла. Мне не трудно. Я говорю так, если есть, думаю, женщина... А ты считаешь, что женщина должна хозяйством заниматься? А почему? Давай ей будет цветы надеть, шоколадку дарить и все такое. А она будет на кухне, да? А почему нет? Что здесь такого? А Бородина, как ты думаешь, согласна стать хозяйкой? Женщина, которая не имеет кухни... Она не женщина, вообще никак. Она должна быть все, и на кухне... Женщина, которая не умеет приготовить для своего или для мужчины еду, это не женщина, все. Подожди, а ты что, женщина, общаешься из-за того, умеет она готовить или нет? Нет, почему? Ну, я буду стараться, чтобы она молчилась. Если ты любишь женщину, то вам будет о чем поговорить и будет как пообщаться, кроме того... Если женщина меня полюбит, она будет готовить для меня еду. Если полюбит. Все. Что тебе нужно от женщины? Она должна быть храм моей души просто. Вот, вот храм твоей души. Она должна быть настолько чистой... Не храм химчистки и готовки, а души... Все, я вспомнили опять. Эмоциональное, равновесие... Эмоциональное храм, если не будет убираться, она будет грязным храмом, понимаешь? Грязным. Никчемным. А если она... Ну, не буду я об этом говорить, не мучайте меня, пожалуйста. Потому что я ночью не верю, у меня живут очень болезни. Я считаю, что женщина элементарные вещи должна, обязана делать. Слушай, при женщине... По-моему, вы это говорите. Не, я... По-моему, вы это говорите. Я не говорю, я просто считаю. Я на маме все делаю все равно, что в порядке всегда будет. Все женщины убираются, говорят, муж ей помогает. И мне кажется, ничего в этом нет такого, что если муж ей поможет. Да, в этом наоборот даже. Нет, в этом ничего такого нет, но у нас не так. У нас делают только все женщины, да. Сегодня мы специально с Ксенией оставили Армена на кухне, да, одного молодого человека, новенького. А Мишу на стройку. И сегодня мы обсуждаем тебя, Миша. Я хотела бы узнать, как ты сам думаешь, каковы твои шансы продержаться на проекте, как долго? Вообще, твое пребывание на проекте, как ты себе это представляешь? Ксюша, я не стал бы в первый день свои шансы как-то оценивать на самом деле. Ты, наверное, думаешь, что у тебя шансов больше, чем у Армена здесь остаться? Ну, я сейчас ничего не думаю, я не хочу сравнивать. Ну, хорошо, вот я тебя попрошу сейчас сравнить и сказать по-честному. Объективно, объективно, я просто, на самом деле, у Армена не так много мотивации вижу здесь. Например? Не так много желаний. Потому что некоторые даже слышали, как он говорил о том, что, в принципе, из девчонок, кроме, соответственно, тебя, ему никто не интересен. Если с тобой, соответственно, ничего не получится, то ему тут просто вообще делать нечего. Это, причем, это его же слова. Поэтому, исходя из того, что он сам говорит, безусловно, я могу оценивать свои шансы как несколько выше, чем у него. Оба молодых человека мне нравятся. Они оба обладают мужским каким-то шармом. Сначала. Харизмой. Да. Что один, что другой харизматичен. И у того, у другого прекрасное чувство юмора. И ребята лишний раз это очень ярко демонстрируют. Я не думаю, что мы пожалеем, что остался Армен, потому что, несмотря на то, что он не будет строить с кем-то из участников. Ну, это не факт, это нельзя предположить, насколько процент жизни что-то получит. На данный момент я просто, на самом деле, обращаю внимание на то, как с ним и всем девочкам интересно. Вот то, что ты сказала вчера на стройке, пусть девушки сами добиваются. Я думаю, может быть, даже найдутся за эту неделю девушки, которые захотят сами добиваться. Уже нашла, если это кто это. Просто вчерашний разговор, когда мы сидели в столовой, он очень, мне понравилось, как он зацепил Настю, нашел, зацепил за живой. Он сказал, что, ну что, посмотри правде в глаза, подруга, ты не умеешь заниматься сексом. Ты не привлекаешь меня, как женщина, ты это, у тебя, ну, ну что ты. Я красавец, я все могу. Если захочу, щелкну пальцами, ты будешь за мной бегать. И все, у него в таком еще, ты будешь за мной бегать, ты посмотри правде в глаза, что такое, что это за тебя. Да ты что, это я, красавец, да ты не знаешь, какая я в постели, это я. Если щелкну пальцами, ты за мной вот так будешь бегать. Очень ярко, с ним, без слов. Первый раз за протяжении того времени, как Настя с нами, она встала в 9 утра, накрасилась и переоделась. Что бы это могло значить? Илья, ты можешь сказать, почему она так переоделась, что у нас? Я переоделась так. Потому что у меня было время, потому что я стала рано, понятно, не обольщайся на все. Сегодня первый день, когда Настя встала в 9 утра. Что бы это могло значить? Это значит, что это просто... Не значит ли это то, что приехали новые мальчики и Настя... Гуляем, не обольщайся, не знаю, что двое мужчины. Двое мужчин? Двое. А мой мужчин? Ладно, не знаю, как что такое. Двое мужчин? Так, прекращайте. Иди. Слушайте, на проекте Дом 2 есть два брата-близнеца. Всем красивы, хороши. Осик и Стасик просто молодцы. Но с девчонкой не везет братьям-удалым. То придет и уйдет, то придет не та. Я хочу ему пожелать, чтобы было у них все на ура. Чтоб Стаса любила Оля, а Осика Бородина. А-а-а. Ты, Настя, лучше всех. Ждет тебя большой успех. Север за тебя. Ну, Настя, ты молодец, я тебя люблю. Все. А критические есть какие-нибудь? Критики нету пока. Критика вот на белом, видать, молоком написано, чтобы мы... Как на плаку написали молоком. А как ты думаешь, почему Насте так мало смсовывает? Ну, наверное, мне кажется, у нее еще все впереди. Степке пришло всего лишь три смски. Непопулярный Степа. Да, какой-то у меня мужик непопулярный. Это точно. Самое главное, чтобы двое любил. Да, это точно. Степа, вроде ты не глупый, но почему ты не умеешь разбираться в друзьях? Леме ты доверяешь. А он и Бузова обливают грязью Аленку, когда они вдвоем и тебя заданы. Но будь осторожнее, потеряешь любовь. Я хочу сказать, что город Барнаул, который смс-то говорит, что с Аленой и Степой, что ты можешь рассказать? Я могу сказать, что все просто знают, как я отношусь к Степе и его адрес. И я никогда ничего плохого не говорила. А с Аленой были такие моменты, когда, ну, допустим, у нас была какая-то острая ситуация и вражда. Да, но сейчас у нас есть гораздо... Нам мы вообще не обсуждаем. Не как пара Алены и Степы и других. Я не понимала, почему ты пишешь. А в этом же, что Ален, ты не веришь? Я просто знаю правду. Я же домой недавно езжу. Ты знаешь, что они обсуждают. То есть, можно они просто приходят? Я не держу на людей зла. Каждый человек решает сам, что ему говорить и что ему делать. Что я буду, какую душу ли? Ты не можешь сказать правду, если вы с Ромой обсуждаете его. Ксюша, покажи мне просто пальцем на одного человека, кто кого-то не обсуждает. Да почему ты в этом не признаешься? Я не говорю, что мы поливаем грязью, Ксюша. А что вы говорите конкретно? Я Степу ни разу за 6 месяцев плохим Солнен назвала. Хорошо, а про Алену что-нибудь ты говорила? Конечно, говорила. Мы обсуждали всегда, мы с Ромкой достобираемся. Мы и Наташу Смиду обсуждаем. И Майя Солнце, и Маша, всех. А, Оленька, солнышко, ты лучшая. Ты очень достойная. Себя держишь, не опускаешься до уровня тех, кто кидает в свою сторону колкости. Косые взгляды, это примитивно. Держись, за тебя миллионы. А еще береги Рому, он так трепетно относится к тебе. Оля, не кажется ли, многие герои Дом-2 с удовольствием читают гадости и критику в твой и Ромин адрес? Нам, зрителям, больше видно, кто есть кто. Прошу, не принимайся близко к сердцу. И знай, ты лучшая. Почему всегда пишут очень часто о том, что вы Алену... Нам пишут, что меня все бабы ненавидят, что все против меня заговаривают. Но я-то никому ничего не говорю. Пишут мне, что Майя и Солнце просто меня заговаривают, что Майя меня и Солнце ненавидят. Ольга, ну спокойствием, Оль. Я вообще ничего говорю. Оль, я тебя просто сейчас спросила. Ален, скажи, пожалуйста, мне. Оля, тебе нравится? Ты ни разу про меня не говорила ничего? Я же не, пожалуйста. Я никогда не перехожу на личности и не говорю про твою внешность, допустим. Никогда не говорила ничего про твою внешность. Говорила и ни раз. Ален, ну к чему эти вот разговоры? Не надо из себя тут хорошее строить. Я с тобой нормально сейчас общаюсь. И понимаешь, и мне тоже пишут сообщения, и тоже мне все говорят. И только я прекрасно все знаю. Давай, покажи сообщение, где Алена хоть что-нибудь плохое сказала про Олю Бузов. Хочешь, да что ты начинаешь? Ален, я прекрасно все знаю, что ты мне относишься и что ты при меня говоришь. Но я этот вопрос не поднимаю, потому что мне все равно. Да ты его подними, что? Зачем мне, если я прекрасно знаю, что и как ты при меня говорила, зачем мне поднимать этот вопрос? Когда я говорила? Я говорю, когда мы с тобой ругались или когда мы с тобой? Большая разница. Но сначала с тобой послушаем. Когда? На протяжении шести месяцев ты меня ненавидишь и при меня сюда плохо говоришь. Так, во-первых, я здесь еще пяти месяцев не присутствую. Так, дай мне договориться. Когда ты говоришь, я тебя не перебиваю. Когда ты сейчас говорила, я тебя не перебиваю. У нас с тобой был конфликт, подожди, Ксюш, был месяц конфликт. Мы помирились. Три месяца у нас нормальные отношения. Я не опускаюсь и не позволяю себе обзывать людей, с которыми у меня нормальные отношения. Я считаю, что это недостойно и похабно. Я не уподобляюсь какой-то сплетнице грязной, которая обсуждает внешность, которая обсуждает усы темпераментных женщин и еще многие-многие другие вещи. Я тебе скажу так, зависть это очень плохо. Алена, ты самая добрая и никогда не сплетнись. Да я сука, да я сука, но я не обзываю других людей. Алена, обзываешь. Я сука, но я никогда не объективна. Я считаю, что это ниже моего достоинства уподобляться тому, чему уподобляешься ты. Алена, ты очень недовольная девица. Почему ты не уважаешь Улибузову? Второе. Алена красива, грациозна и опасна, как дикая кошка. Но это понятно. Женя из Санкт-Петербурга написала это сообщение. А ты согласен, что... Степ, скажи, пожалуйста, почему действительно Алена недолюбливает Толю Бузову? Или ты с этим не согласен? Почему так вам пишут? Скажи, не согласен. Гони согласен. Я считаю, что это сообщение просто так вам написали. Случайно оно попало, да? Не вам, а именно Аленушке. То есть она любит Толю Бузову, да, и вообще непонятно. Да. Толю Бузова, ее лучшая подруга, наверное. Не понимаю, почему это написали. А ты как к Коле Бузовой относишься? Очень хорошо. Вкусное мороженое. Слушай, а ты можешь сейчас играть в что-нибудь для машинки? Да ладно, что ли, для машинки на мороженое? Нет, потому что тебе понравилось, а я не слышала. А я... Апиоцинь, как он играет. А, вообще, такое... Я... Так, слушай. А, да. Просто тебе понравилось, а я не слышала. А мы сейчас проверим. Садись, садись, что ты стоишь? Что ты застал? Пойдем, я тебя накажу. Пойдем, я накажу. Больно. Больно? Мам, как ты думала, наказание-то что, сладкое, что ли? Да. Да. Буду тебя наказывать дома. Ну вот, ушел мужчина. Я не поняла. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не поняла. Что за... Пока я готовлю вам есть. А ты иди, иди готовь. Вы окучиваете моему мужчину? Конечно. Ну, заведу, мужчина. Окучиваете, да? Ну, попробуйте, попробуйте. Окучиваем, окучиваем. Значит, что, ты не там, давай. Не думай, что... Пробуйте, пробуйте. У вас ничего не помнит. Почему такая уверенность, а? Пожалуйста. Я вас не буду его добывать, потому что, ну, не спортом. Мы не используем отношения Манюни, а так у тебя ничего не получится. Ну, ладно. Да, иди. Тогда даже пытаться. Как не будешь пытаться? Манька, у меня собирается... Мужчина, как на 3-х, может, я мороженка поем? Можем взять? Да. Так чему? Я хочу тебе посоветовать обратить на меня внимание. Ну, не только на меня, но как факт, то есть, хочу сказать, ну, обратить, потому что Маше нужен мужчина, понимаешь? А из всех, кто сейчас находится на проекте, ты... Ну, мне кажется, более всех ей подходишь, если ты сможешь как-то... Если она тебя заинтересует, там, я не знаю, или сможешь, ты привлечь ее внимание. Ну, ты видишь, что она вообще так, это... Я так замечаю, конечно. Ну, что? Ну, она так пытается, и тут, и так, что-нибудь там. Причем самое интересное, точнее, самое интересное, что когда... Нас завели первый раз после лобного места тогда, вот вчера в дом, как бы, перед тем, как меня Бузова затащила на кухню, начала там мне, там, давай-давай, там все нормально, меня Маша потащила, прям схватила за руку и потащила, видимо показывать. Ну, знаешь как, у нас на новеньких все кидаются, я так понимаю, так что это не показатель особый. Предлагаю сделать экспериментальные пары. Ольга Бузова-Стас, Настя, Роман Третьяков. Мне интересно, что наводит тебя на эти мысли? Вот, почему ты так думаешь? Так уж устроен мир, что когда собственной личной жизни нет, а камилочки пока не получаются ее построить, люди занимаются... Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом-2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Очень здорово, когда Ксения Собчак на лобном месте кричит, круто, ништяк! Встречайте абсолютно ведущую нашего реальному шоу! Ну что? Все очень круто, все ништяк! Бородиной, к сожалению, с нами сегодня нет, так что я одна. Так что берегите меня, а то совсем офиротеете. Офиротеете! Ну вот. Ну что? Сегодня не нужно меня так смотреть, я смущаюсь. Я когда одна, защиты нет, я смущаюсь. Сегодня у нас, ребят, очень важный день. Сегодня мы будем распределять в который уже раз наши пятизвездочные домики. И я очень надеюсь, что чем-то вы все-таки меня сегодня удивите. Наташа и Саша с нами нет, но я знаю, что они по-прежнему пара и по-прежнему претендуют на домик. Также, я понимаю, у нас есть пара Романа и Ольги. Вы претендуете на вселение? По-прежнему. По-прежнему на вселение претендуют. Степа и Ален, отвлекитесь от поцелуев и все-таки скажите, вы будете заселяться в домик? Да. Хорошо. Ну и микрофон Солнце и Майя. Хочу, чтобы вы рассказали о своем решении. Вы будете претендовать в этот раз? Нет, в этот раз мы не будем претендовать. Почему? Это наше общее решение. Подробно сейчас Солнце расскажет. Не знаю, я еще не нажилась в этом домике. Ой, не в домике, а в доме. Такое ощущение, Солнце, что в доме тебе нравится больше, чем в домике. Сейчас да. Почему? По виду, типу, не знаю, там, отношений, которые у нас сейчас с моим. Но вы ведь меньше стали общаться друг с другом. Вот как раз, как раз нет. Это замечательно, что там, пусть мы спим на разных кроватях в данный момент, но мы постоянно вместе. Ну вот, мне просто нравится жить так. Хотя, вчера мы с моим разговаривали на тему застеления. Конечно же, как всегда, забыла, в какой день это происходит. И, оказывается, он хочет. Я не думала о том, что он хотел бы заслужить. Конечно же, он хочет, Солнце. Но даже не сомневайся, что он хочет. Главное, мы все ждем того момента, когда ты захочешь. Я думаю, что я подумаю на этой неделе. Может быть, что-нибудь изменится? Ну вот я смотрю на Армена, в его блестящие, влажные, карие глаза. И мне кажется, дай мне микрофон, пожалуйста. И мне кажется, что вот он готов заселиться в домик прямо сегодня. Главное было бы с кем. Правда? Легко. Может, предложишь какой-то девушке заселиться? Не хотят. Не хотят? А ты уже спрашивал? Он не спрашивал нас. На один день. А почему только? Тебя только на один день хватит, что ли? Нет, почему? Ничего себе. Что, сказать что-то? Скажи, вот девочки говорят, что ты даже им не предложил. Я почти на самом деле, я никому. То есть, я по-прежнему в доме, мне нравится там. В доме тебе нравится. А что же тебе там нравится? А, что там все девушки прямо как в гареме. Все в одной спальне, все вместе. Только одной, только другой. Никуда ходить не надо, да? Кому ты поможешь подняться по лестнице, поможешься. Кто-то поможет тебе там что-то делать. Ну, девчонки, я понимаю, что для Армана здесь идеальная вообще атмосфера. Реально такой женский коллектив в одном собрании, в одной маленькой комнатке. Никуда не убежать. Ну, вообще, замечательно, правда? Ты поэтому и приехал. Все под рукой, что надо. Девчонки, все под рукой. Камила. Предлагаю сделать экспериментальные пары. Ольга Бузова-Стас, Настя Роман-Третьяков. И заселите в домике на хотя бы два дня и посмотрите, что будет. А что ты имеешь в виду экспериментальные? В чем смысл эксперимента, Камил? Скажи, пожалуйста. Ну, Ром, ну что ты в таком шоке? О, по-моему... Нет, Камил, я в этом только одной вещи не понимаю. Ольга Бузова со Стасом, Рома с Настей. А тебе-то от этого эксперимента что объясни? Ну, это интересно. Да, просто я уже... Мне, да, мне интересно. Мне интересно, ты заслучала или что заставило... Подожди, а ты-то, да, вот как в этом эксперименте участвовал? Насколько... Это, наверное, интерес чисто личный. Вы же знаете, что я Стаса приглашала на свидание, он... То есть ты хочешь обнаружить Стаса в объятиях Ольги Бузовой? Ну, нет. Ну как? Ну что вы мне вопросы такие задаете? Я же предложение внесла. Предложение отличное. Но просто я хочу понять, в этой ситуации всем, в общем-то, выгодно. И все будут при паре, только кроме тебя. А тебе-то зачем это надо? А я вот хочу убедиться, действительно ли... Действительно ли то, что я думаю, правда. А что ты думаешь тогда? Ты, получается, сомневаешься в паре Рома и Ольга? Я думаю, что преобразовав вот так, как я говорю, может быть, было бы гораздо интереснее. И всем бы понравилось вот так вот. Вот. Это серьезный аргумент, Ром. Что ты можешь сказать? Мне интересно, что наводит тебя на эти мысли? Вот почему ты так думаешь? Ну-ка, расскажи мне. Давай, не таяй. Выкладывай все. Ром, ты что, ревнуешь? Ты что, конечно, ревнуешь. Что за бред ты сейчас сказала? Мне интересно, почему ты это говоришь? Потому что... То есть вы все хотите, чтобы я сказала это? Да, говори. Так, хорошо. Изначально, конечно, предложение было шуткой, но в каждой шутке есть доля правды. Значит так, я человек новый на проекте. Я, может быть, не знаю всей ситуации. И внесла предложение потому, что мне показалось, что какая-то симпатия между Ольгой Бузовой и Стасом есть. И такая же симпатия, возможно, существует между Романом Третьяковым и Настей Дашко. Ну что ж, это интересно и главное смело. Я хочу парировать. Увы, я не склонен к таким броским шагам, потому что вот эта девушка мне очень дорогая, я ее люблю. Ром, а как ты считаешь, действительно никаких симпатий между Ольгой и Стасом не существует? Симпатии есть, я это вижу. И что? Почему тогда ведь Камилу это выдвинуло просто как предположение? Предположение чудесное. Давайте Оле спросим того, что она хочет. Давайте вначале спросим у Стаса. Стас, ты хотел бы провести с Ольгой пару дней в доме? Нет, так нет. Таким образом нет. Я хочу объяснить, что здесь на проекте, Камил, есть люди, которые руководствуются не тем, что как бы было бы выгоднее проекту, и как бы было круче, и как бы было ярче. А у многих есть такие ощущения, как чувства. Я выдвинула свое предложение, потому что именно мне, мне показалось, что вот как раз таки не по выгоде, а по ощущениям, по чувствам. Эти люди ближе друг к другу. Ну да, да. Честно говоря, да. Мне кажется, что помимо пары наклевывающейся Ольги и Стаса, еще появляется такая странная комбинация Романа и Настя. Теперь я хочу сказать. Скажи, пожалуйста, со стороны Ромы, ты почувствовала некую симпатию в свой адрес? Мы, когда ездили на кастинг, мы решили этот вопрос. Мне просто приятно с ним общаться. То есть вы это уже обсуждали, ваши отношения? Мы обсуждали этот вопрос. Мне приятно с ним общаться. Я, конечно, еще раз повторяю, мне было бы намного легче, если с ним была бы другая девушка, а не у Ольги Бузова. Потому что я к ней очень хорошо отношусь, в какие-то моменты она меня поддержала, и в этом мой проигрыш. Если бы была другая какая-то девушка, мне было бы намного легче. Легче отбить, легче сделать какие-то гадости. На самом деле я честна перед Олей, я ей сказала, что Роман мне симпатичен. Это все так же и остается. Невозможно там за несколько дней, чтобы раз и симпатия прошла, поговорили, и все, и она ушла. Но теперь тебя отбивать будет тяжело. Мы договорились с ним о том, что мы просто будем общаться. Мы просто будем общаться, а там уж как получится. А с Ольгой вы об этом договорились? Мы же видим, что мы просто общаемся, и все. Все, что я думаю, я говорю открытым текстом. И я считаю, что это честно. Рома и Оля, я вам предлагаю следующий вариант. По четным дням в домик будет приходить Стас и общаться с Ольгой, а по нечетным будет приходить Настя и общаться с Романом. Прекрасно. Я хочу сказать, что огромное спасибо Камилу за такое легкое оживление на ломном месте. Но лучше бы, если бы вы занимались своей собственной личной жизнью, а не жизнью ребят, и тем более интересностью проекта. Когда собственной личной жизни нет, а Камилочки пока не получается ее построить, люди занимаются чужой. Я считаю, что лучше, мне кажется, если бы она будет. Я считаю, что человек высказал какое-то свое мнение, предложил что-то. Я считаю, что ничего в этом страшного. Нет, то, что она предложила. Я просто не вижу повода предлагать. Я не вижу того, что мы сомневаемся друг в друге. Я не вижу ни холодка в отношениях, ничего. У нас прекрасные теплые отношения, и есть чувства, которые я очень ценю и которыми дорожу. Я, естественно, буду оборонять все и все реплики в этот адрес. Я понимаю тебя, Ром, но все-таки помимо того, что у нас есть пары, и есть любовь, и есть отношения на нашем проекте, Мы все здесь живем одной большой семьей. Собираемся здесь, на лобном месте, именно чтобы обсудить проблемы, ощущения и мнения друг друга. Поэтому я думаю, что не стоит ссориться. На сегодняшний момент все остается так, как есть. Точно никто не против. Ну, тогда Рома и Оля, Алена, Степан и Наташа и Саша остаются в домиках. Что будет дальше? Мы посмотрим. Увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Камилу, я не плеваю. Ромка, ну смотри. Ты как с вас обмануешься? Я говорю, он любит тебя. Я говорю, он любит тебя? Ну, не любит тебя, но ему очень нравится. Как мне так. И тебе неприятно, да, я когда-нибудь не общаюсь, например. Ты понимаешь, что за счастье я? Ну, ты же понимаешь, что я не могу, например, вообще не общаться. Я хочу, чтобы ты была в любом случае откровенной передо мной перед тобой. Я откровенна перед тобой. Если ты захочешь уйти, я не хочу, чтобы ты мучилась и парилась по какому-то поводу. Я перед тобой откровенна. И ты когда приехал, я тебе сразу сказал, Ром, ты же видишь, мне было тяжело, но я всегда тебе все говорю. Захочешь уйти, я тебя не буду обсуждать. Осуждать. Мне кажется, что может быть даже любовь в том, чтобы не носить никакого вреда человека. Так что если тебе... А почему ты говоришь, что это сейчас об уходе? Ну, я не знаю, но у меня возникают какие-то сомнительные эти. Какие сомнения? Ну-ка давай поговорим. Ну... Ну, нет было внимания друг к другу. Я порой... Ну, не вижу в твоих глазах... Любви, видишь? Хочешь? Ну, да. Мне кажется, что ты немножко, ну, подостыла. Это не так. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной откровенной, честно. Я себя откровенной, да. И не мучилась никогда, если ты там разлюбилась, все что-то, поливала кого-то. Всегда говори, не бойся. Я не мучаюсь. Я говорю. Она, 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 она! Она, она! Она... Она подсbadит! Она, она, она. Продолжение следует...